здравствуйте это канал максима здесь сегодня мы начинаем второй сезон о и уже третий сезон по GTA San Andreas Definitive Edition включаем сохранение и ждем давай давай грузись быстрее хороших новостей к сожалению мало мобилизацию объявили частичную пока только но впрочем не исключено что будет и всеобщее кто там звонит алло это твой друг у меня есть информация касается твоего брата приезжай ко мне на ранчо и все объясню она уходится в террорабада езжай через мост гавер потом отправиться на юг вы кто такой еще я не могу сейчас говорить а ну приезжай не милей мама мне говорила что без незнакомца не разговариваю ну и видишь что здесь случилось короче если не хочешь чтобы твой брат лишился языка тащи свою задницу сюда пока да хороший вопрос кто же это может быть но прежде чем мы туда поедем я лучше сделаю сохранял очку еще раз так банда дананг чтобы день наступил только чё-то фпс вообще не хватает а вот йоу это джетроу короче я и цезарь использовали наш связи чтобы достать список необходимых машин которые необходимо доставить сюда здесь неподалеку есть автосалон который выставили на продажу я подумал как бы можно сильнее легализировать доставку тех машин из списка да хорошая идея пойду посмотрю на это здание перезвоню вода но этим мы займемся в другой раз а сегодня мы займемся вот этим вот знаком вопроса который нам позвонил ну а для этого нам надо украсть обма какую-то машину и отправиться туда так вот я говорю война накаляется в нашей стране очень очень сильно поэтому наш президент не увидел другого выхода как объявить мобилизацию но впрочем правительство российская медленно к этому подходила не торопилась мобилизацию делать но похоже выбора уже не было другого украина сильнее чем россии казалось призывают сейчас воевать тех кто находится в запасе сожалению среди моих родственников такие атаковые есть что меня особенно волнует но туда берут тех у кого есть какой-то военный опыт и вот у и вот хорошо что моему деду уже 70 71 что до 60 там слава богу это если бы не было бы ему 60 его бы забрали бы стопроцентов деда моего у лёхи дядю что ли забрать могут воевать ох короче все очень очень жестко и вот меня если честно вообще не волнует что у нас там запрещено в россии какие игры какие продукты какая пища какие какие каналы какие сайты страшно мне страшно за себя и своих близких вот так вот вон и короче это террорубата здесь такой вот домик довольно таки интересный монстр калл добро пожаловать эй что ты знаешь моей семье мы должны сначала проверить из чего ты сделан а чё я могу из пудинга быть что нет из ярости и ненависти это мне в тебе нравится гараже есть машина мы проверим тебя при помощи нее объясняю задание все зависит от скорости умения управлять кабине есть gps доберись до каждой точки так быстро как можешь править все точки возвращайся до этой машине назад потеряешь машину и ты прыгал что такое gps и что я проиграю то и кто ты такой вообще прости я говорю только то что мне приказали а еще кое-что у этой грушки вместо ручного тормоза стоит кое-что по серьезнее нужно проехать менее чем за 6 минут 30 секунд миссия довольно таки несложная просто всего то надо проехать 35 таких точек и в 6 6 я думаю даже меньше минут должно вполне хватить на это более подробно про войну ну так я не могу понять где эта точка на гору подниматься надо и про про прошлое так сказать про будущее и про настоящее мы будем будем разговаривать на завтрашнем стриме как всегда в 16 00 по московскому времени на стримовском канале но будем надеяться что и о позитивном что-нибудь говорить будем тоже но позитивного в этом мире сейчас почти ничего нет разве что разговоры разве что можно поговорить о гта 6 но впрочем среди моих подписчиков поклонников гта не так много но поклонников гта на самом деле реально много так что надеюсь кто то заинтересуется что там там уже пока там показали футажи некоторые недоделанные там билты далеко очень сильно ранее с недоделанной графикой но много чего интересного показали это была утечка ну собственно говоря она подтвердила что действия игры будут действительно происходить в айсити также подтвердилось то что одним из главных героев будет девушка таковые слухи были несколько лет назад еще и некоторые из этих многие и многие слухи подтвердились как мы видим также сегодня появилась еще новости о возможной карте не исключено конечно что это фейковая новость карта выглядит очень и очень красиво выглядит очень и очень круто и в принципе поскольку многие слухи подтвердились эта карта может подтвердиться тоже карта которую я увидел она реально хорошая она больше чем у гта 5 нам осталось все 15 точек а мы всего 3 минуты потратили по-любому успеем по-любому успеем что там реально в айсити конечно же там будет за пределами город какой-то там городок тоже на карте еще один есть но непонятно что это но игру ждать нам еще довольно не скоро году в 2020 четвертом это как минимум ну и то она сначала выйдет на консолях не на пк кроме того глядя на некоторые детали показанные футажах есть очень большое предположение что игра выйдет также на playstation 4 и xbox one и лёха волнуется у меня что графика из-за этого может быть не такая хорошая будет но я надеюсь что это не совсем так конечно для старых консолей старого поколения графика будет урезан но надеюсь что для новых там графика будет наоборот лучше в таком случае я надеюсь что никто не будет разочарован были люди которые были разочарованы в том что уже увидели все мы уже проехали 4 минуты 49 секунд это очень даже неплохо неплохо для такого парня как ты из гетто босс свяжется с тобой были те которые разочаровались увидев футажи но потому что видимо не поняли что это ранее билл что графика не будет финальной версии так выглядит алло кто это сынок приезжай на фирму я все тебе объясню я не имею ввиду вообще все а не можешь всем сейчас висит видимо нет походу хайджак эй карл что тары но как да как ты я не знаю что сказать эй успокойся в любом случае убери убери меня я ты ж нарк эй ну казахни си сядь я не наркодилер вовсе думаешь что и попытки убить меня были успешными ты не знаешь видимо что тут происходит какие предположения есть а эм да я по ходу мало выделяем внимательно кище не надо мне тут показывать свою хитрость я между прочим правительственный спецагент неважно какой но я постараюсь тебя запутать Да-да, во время нашей последней встречи я пытался внедриться в наркодилерскую делку всеми возможными способами. И это не делает меня наркодилером. Деньги, которые мы заработали, связи, которые мы обрели, принесли неоценимую помощь во внешней политике страны. Значит, правительственная организация... Дети наподобие тебя. Вы надеетесь стать героями, да? Мы ведем войну за пределами страны. Я стану героем и проиграю. Что после этого будет? Коммунизм в Огайо? Исчезнет частная собственность? Никто ничего покупать не будет? Да это все хрень. Расслабься, короче, и слушай. Вот что. Да-да, слушаю, окей. Я знаю, что ты за парень. Мне нужен такой парень, как ты. Для некоторых вещей. На каких? Мне нужно, чтобы ты достал одну фуру для меня. Конкурирующие агентства имеют странную социальную программу. У них есть то, что нужно нам. Для... Да, работа, кстати, для двух человек тебе нужен напарник. Возьми дружка твоей сестры, но ничего не рассказывай ему обо мне. Помни, я наблюдаю за тобой. Красиво на закате, кстати, выглядит картинка эта. О, я приехал как смог, СиДжей. Да, откуда ты узнал, что мне нужна помощь? Ну, ты забыл, видать, Холмс. Ты мне звонил полчаса назад. Я звонил? А, ну да-да-да, звонил. У меня просто столько мыслей в голове сейчас. Да, походу, звонил вовсе ему не СиДжей. Нужно угнать фуру, которая едет по шоссе. А она уже с Сан-Фьера. Так, я забыл, куда... Нам надо... По какой дороге лучше поехать? Наверное, по той поедем. Мы можем все ехать на шоссе здесь, СиДжей. Так, а сцена, вот это вот, дом Торена на закате выглядит хорошо. Каков план? Я буду ехать рядом с кабиной, а ты запрыгнешь. О, блин, ты об этом по телефону не говорил. Передай Кендалл, что я ее люблю. Да, ночью я не люблю, на самом деле. Но, в принципе, ночью даже что-то выглядит красиво. Мы почти догнали, я ее уже вижу. Вон она. Вот да, что-то FPS явно не хватает у меня. Давай, поближе. Блин, я бы... Я пытаюсь... Ни хрена, как это он... Нифига, я забыл, кстати, что он так умеет. Ну, видно, что это скрипты. Все, конечно. Блин, я пытаюсь, но тут другие машины сильно мешают. О, есть. А, блин. Задавить мог бы меня сейчас. Па. Так, ну тут... Очень мало места для разворота. Придется куда-то выехать. Хорошо, давай отвезем цистерну в гараж. Тут очень мало места, чтобы развернуться. Придется туда, сюда выехать на поле. Конечно, если цистерна отцепится, миссия не провалится здесь. В отличие от той миссии с Каталиной, где надо было цистерну воровать. Угнать. Блин, 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 блин. Ее можно будет просто прицепить еще раз. А там уже это проваливает миссию. Ой, 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 осторожно. Но все равно мне лучше не допускать того, чтобы цистерна от нас отклеилась. Че он едет-то медленно так? Давай, давай, быстрее, блин. Да. да господи проклятые машины проклятые машины как их много да господи проклятые машины как их много хорошо хорошо загнали сейчас еще будут ко мне сейчас же хватит слоняц сделал так что такое мне нужна машина пошел нафиг дебил никаких заданий от таксиста блин раньше торрена да снова едем туда в принципе не так далеко дотуда вполне кстати говоря получается что в предыдущей серии торрена вовсе мы не убили когда из то когда он в том вертолете в том вертолете не было района да в прошлой серии мы локо синдикат весь разрушили и больше кстати не поступает звонков от цезаря одна поставках big smoke и все такое у нас райдер погиб это ж надо райдер как друг си джей был грубоватый но все же и погиб сложно было предвещать то что он нас предаст но нам пришлось грохнуть его потому что он тоже снюхался с лока синдикатом вот кстати чё хочу сказать про вот эти вот а нет нет я про них позже скажу мне есть есть один момент который надо показать более четко а а утро наступает так что пофигу интердикшин вас понял большая макака имеется жирный лаз необходимо раздобыть тонущего ребенка 15 часов под полной луной разбить сердце карл мне нужно чтоб ты кочу делал да я тебе сейчас устрою неприятности что ты знаешь мой брат эээ успокойся он в областной тюрьме корпус д камера 13 слева от него сидит сынок убийца который хочет чтобы ему перелезли глотку справа от него находится сторонник белого превосходства который хочет съесть его сердце не волнуйся темпини и пуласки относительно добрые ребята конечно если ты не член семьи офицера пенделберри которого они застрелили когда он угрожал что сдаст их нифига а откуда ты все это знаешь почему что их не остановишь вижу ты не понимаешь меня немного одни светлые рыцари в голове а жизнь требует трудных решений ты же знаешь что я пытаюсь надравить некоторых парней на других для тебя он брат а для меня всего лишь ненужный человек это изысканное решение с этой стороны находится головореза внутри страны а с этой стороны находится головореза за пределами страны а со своими коллегами находимся по центру какой-то я именно на нас держится правительство я хочу чтобы ты отправился сюда на баги которые там будет стоять скажу прямо мы должны подожди а что насчет моего брата и дочь и что не волнуйся со свитом все хорошо а он будет заперти один из охранников пойдет домой и обнаружит своих детей жену убитыми если с ним что-то случится короче поговорим об этом позже а теперь иди давайте если со свитом что-то случится ну ладно так ладно вот эта миссия одна из моих кстати самых нелюбимых был бы у меня рп о этот миниган было бы на было бы вообще легко эту миссию пройти но у меня его нет и я не знаю где его достать ну жалко будет ладно будем страдать чё поделать у меня даже нету брони а тут по пути нет никакой амунации кстати есть одна амунация вот здесь правда если мы проиграем то нам придется заново от нее ехать но во всяком случае мы точно проиграем без брони поэтому давайте-ка туда на всякий случай съездим амунации к сожалению здесь нет поехали туда блин немножко не управляемая эта штука никаких контрольных точек по-моему в этой миссии нет а нет есть есть контрольная точка но там когда мы уже будем на месте там будет контрольная точка когда я первый раз в ремастере проходил это контрольная точка была довольно таки бракованная потом объясню почему а сейчас давайте закупим хотя бы броню ух ты неплохой дизайн у этой амунации берем бронежилет это обязательно без него никуда давайте автомат еще посмотрим м4 давайте возьмем ну и все больше ничего наверно не надо всего остального нам хватает вполне да 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 действия третьего сезона будет проходить в пустыне сначала а затем в городе в другом городе в кое-каком но до этого мы еще не добрались да чего там нагрупники мне пишут сейчас идите нафиг пока я не могу вам отвечать так это лаз прухас походу господи ты почему долго так тарена где ты далеко отсюда не время выяснения для этого выбирает транспорт и хватает снаряжение отправляйся к зоне выброски ожидали посылку гранатомет гранатомет нам точно пригодится но хотя но хотя жаль что здесь нет минигана вот миниган бы очень пригодился здесь на какой бы тачке лучше поехать а давайте на это нет давайте на мотоцикле на мотоцикле хотя бы не перевернешься сейчас короче поймете почему я сказал что там бракованный чекпоинт ну и впрочем тогда я играл в первую версию может быть долин с травой конечно проблемы может быть тут это поправили на всяком случае на это не здесь да сколько можно уже надо пуш и уведомления отключить как как они у меня только включились я их не включал же наш груз на подходе да господи как ты уже это делаешь а да пригодовься о блин у нас там проблемы два правительственных вертолета на встречу летят видишь да сбей их защити груз любой ценой да миниганом эти вертолеты было бы легче легче легкого уничтожить эх как жаль что я не попал в них а готов один второй удар удар еще один так а теперь сваливаем и чтобы вертолет не упал на нас там еще правительственные вертолеты летят и по некоторым наверное стоит пострелять из м4 блин еще и копы нет ой 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 а кто по нам так больно стреляет а это из вертолета стреляет надо сердечко срочно взять оно где то тут есть вот оно так еще два вертолета тут прям два сразу практически но вот они уворачиваются сильно ой 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 бежим если они упадут ой нет нет груза ручь сейчас а капец тут контрольная точка слава богу есть главное чтобы о контрольная точка не подвела в этот раз просто когда я респаунился с этой контрольной точки я сразу я появлялся сразу же с минимальность минимум здоровья и меня сразу же убивали а сейчас такого вроде не происходит на нафиг а блин да больно они стреляют хоро шкудар удар еще по одному вертолету попали ну-ка удар еще раз промазали отлично сбили вертолет груз свободен он полетел он полетел дальше фух в этот раз чекпоинт все таки не подвел а то я появлялся сразу же с минимум здоровья меня сразу же убивали и я но я все таки кое как смог там миссию пройти смог кое как свалить свалить от копов которые по мне начали сразу же стрелять кое как быстренько так за камушек забежал быстренько так забежал за камушек пока меня не убили и добежал по быстрому до сердечка и вот тогда я уже смог победить ох сколько копов ну ладно надо постараться сделать так постараться все равно доехать в всяком случае самое сложное уже позади самое сложное мы уже выполнили самое сложное это было стрелять по тем вертолетам так вот груз Хорошо, отъези пакет в Лазбрухас Да где ты? Ты начинаешь зажать мне Карл, я буду постоянно за тобой наблюдать Или подслушивать, или и то, и другое Да О, блин Больно было, больно, больно, больно Тем не менее, почти доехали Что это за посылка была, я так и не понял Видимо, наркота какая-нибудь Хотя, впрочем, Торено сказал, что он не наркодилер Эх, жалко, мотоцикл пропал И никакого транспорта тут вообще нет поблизости Придется пешком добираться Мы пройдем еще одну миссию Старая на сегодня с вами Но хотелось бы только раздобыть Какой-нибудь транспорт сначала Потому что ничего тут нет Я хочу Фургон этот взять Ладно, тогда я этот Эх О Я поеду на нем Нет, нет-нет-нет-нет Поедем на этом поедем Я люблю этот фургон Так что на нем мы поедем Только фары у него какие-то, помните Какой-то особенный фургон, что ли Как будто у него фары разбиты Ну или может Ну, хотя Ну, на самом деле, действительно, как будто фары разбиты Но при этом выглядят они так, как будто они не разбиты А просто дизайн такой И спереди он тоже Как будто дизайн такой Так что вы можете А просто потратить Так что вы можете Я думаю Это Аплодисменты так поставим ночь поставь для разнообразия так вот его хата выглядит вердат мидоус это удивительно ну что там такой дарами это все история в этой книге одна жизнь говорится что гитлер покончил жизнь самоубийством и что ельцин там мы все такое горбачёв эй ты чего хотел в общем ты собираешься мой брат освободите как есть маленькая новость я так сказал что ты пробовал на меня да блин но ты чё но мы будем за ним присматривать он нам нужен живым тоже к тебе ну шо уж хорошо знаешь после того как ты для меня сделал ехать хотят двойные агенты значит заменять цену русский шпион маленький жирный похож на всех русских борисов ли как там особенности русских допросов эта пушка при этом ничего прикольного нет блин от тебя не проблема у русских дела поважнее чем баловаться с твоими гениталиями чего вся страна в жопе мы стараемся уладить нормальным методами а этот идиот горбачёв со своей клубникой ой советский союз вызвали ну и что тебе нужно прикупить одну недвижимость она стоит недорого предложение доллар если там кто-то будет убей их с скоро мне потребуется тебе выполнение новой работы хватит убираться давай иди он так быстро говорить и не спрочитать так мы только что там были кстати на этом и в этом на этом аэродроме вот он здесь довольно таки далеко ехать до него но тем не менее там стрелять ни по кому не придется блин проехался по боку блин грозовичок этот да круглые фары на этом фургоне действительно видимо какая-то уникальная версия надо наверно сохранить его я первый раз вижу чтобы у него были круглые фары так доехали почти до него покупаем и поскольку у нас тут появляется гараж давайте там из там и оставим этот уникальный фургон да короче говоря в чем вот в чем вот минус вот этих вот что мы видим что происходит за окнами якобы во первых там одни там одно и то же все время а во вторых вот видите что там окна его здесь мы видим окна как бы логика есть не так ли но мы но мы там видим какое-то помещение а не улицу вовсе и есть такая поговорка если что-то хочешь сделать то делай это хорошо либо не делай совсем вот это тот самый случай она короче давайте здесь сохранимся следующей серии продолжим выполнять задание в пустыне на сегодня все с вас на господписаться с меня эпичный видос подписывайтесь на мой стримовский канал спаде группы вконтакте и всем пока забудьте добры construct времени см запе п